Здравствуйте, меня зовут Семён Фандихофф, и сегодня я вам покажу, как сделать из моно-трека стерео-трек. Для этого мы возьмём такой аудиоредактор полупрофессиональный, как Audacity. У меня уже открыт файл под названием BBBMI, это песня Майкла Джексона. И сегодня я покажу вам, как из него сделать, на его примере, как сделать из моно в эстерео. Итак, для начала мы выделяем моно-трек, моно-дорожку, и нажимаем на Ctrl-C. То есть мы просто-напросто копируем крек, и, значит, затем мы нажимаем Ctrl-V. Итак, у нас появилась точно такая же дорожка, как и первая, тоже моно. Вот, мы сейчас будем работать над обеими дорожками. Итак, в меню около названия дорожки есть меню, так вот, видите, стрелочка. Нажимаем. Здесь стоит моно. Ну, нам нужно стерео, поэтому мы, значит, одну дорожку кидаем на левый канал, вот видите, левый канал. И точно так же мы работаем с второй дорожкой, и вторую дорожку на правый канал. Вот. Теперь у нас получилось два канала стереофонических. И теперь мы нажимаем на меню первой дорожки, и нажимаем сделать стереофоническое. Всё. У нас теперь трек стерео. Трек. Трек. Ну понятно. Теперь нам предстоит сохранить этот файл в качественном виде. Для этого мы нажимаем файл, экспортировать, вот экспортируем. Ну раз у нас уже есть здесь такой же файл, мы просто можно меняем на стерео, всё, да, и сохраняем. Параметры здесь совершенно не нужны, так как эта песня не нужно указывать, чья это песня, хотя и можно. Всё. Вот мы сейчас вот, значит, закрываем проект, но здесь если вы хотите всё же ещё колдовать над своим треком, то вам нужно будет сохранить проект как воспользоваться таким. У Audacity есть свой файл, вот, и, значит, он сохраняется в том виде, в каком-то момент вы просто сохранили. Если вы откроете этот файл, то у вас будет возможность манипуляции с дорожками, которые вы только что сейчас работаете. ну, к примеру, применить эффекты или записать на них ещё свой голос и так подобное. Ну, я сохранять это я не буду, потому что мне это не нужно, вот. Но имейте в виду, что такое возможно. Ну что же, на этом я наше видеоурок заканчиваю. Огромное спасибо за внимание. До скорой встречи.